Привет, друзья! Калифорния. Здесь можно попрыгать с парашютом. Сегодня я хотел бы ответить на вопросы, которые поступили в комментариях под моим видео на нашем канале YouTube. Если вы еще не подписались, рекомендую это сделать. И когда я получаю информацию от Карлоса из офиса в Мексике, в Тихуана, и делаю вам информационные обзоры, рассказывая, какая там ситуация в очереди, кто-то мне пишет, что сейчас в Америку можно въехать только на машине. Ну, так и въезжайте только на машине. Есть места, где можно спокойно, как и раньше, приехать и подать на политическое убежище. Здесь у меня парашютный шлем, с которым можно прыгать. Кстати, по парашютному спорту многие люди переезжают в Америку, прыгают в Мексике, в Техасе, в Калифорнии, в Аризоне. В Аризоне есть целая огромная площадка, где индустрия парашютного спорта развита, как нигде в мире. Мои друзья, которые сейчас работают на дробь-зоне Сакраменто, в Ладай, где мы когда-то тоже жили в палатке несколько месяцев, и такое было, когда тренировались. Некоторые даже живут в машинах, покупают себе специальный бус, минивэн, ставят кровать, делают что-то похожее на комнату, и вот так вот живут. Люди приезжают разные, из разных мест, но у нас парень из Узбекистана, и завтра мы с ним встретимся. Надеюсь, не будет так жарко, как сегодня. Итак, друзья, поехали. Привет, друзья, сладая дробь-зона, тут прыгают люди, и мы тут встретились с нашим бывшим клиентом, причем не бывшим, а настоящим. А скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Привет, меня зовут Шахрух. Откуда ты приехал сюда, в Америку? Из Узбекистана. Из какого города? Из Ташкан. Я знаю, что тебе здесь в Мексике помогали, кто тебе помогал? Леонора и Карлос. Понял, ты, кстати, я знаю, что находился практически целый месяц в дотейшн-центре, а кто тебе помог из дотейшн-центра выйти? Мои друзья. Понял. Кстати, друзья, когда вы приезжаете без семьи, без детей, вы попадаете в дотейшн-центр. В дотейшн-центре можно провести от двух недель до восьми месяцев. Задача вас подготовиться. Имейте поручителей, знакомых, друзей с грин-карты, лучше всего с американским паспортом, которые внесут за вас либо залог, либо вы выйдете под поручителя, и фактически вас возьмут на поруки. А скажи, пожалуйста, чем ты здесь занимаешься на дроп-зоне? Ну, разной работе. Я знаю, что у тебя зарплата сейчас 400 долларов, это так? Да. Хватает? Ну, да. Понял. Хочешь стать парашютистом и тандем-инструктором, чтобы зарабатывать по 100 и даже по 200 долларов в день. Уже готовишься к этому? Да. Понял. Нравится тебе вообще в Америке? Ну, да, конечно. Передашь что-нибудь ребятам, которые так же, как ты, хотят приехать в США через Мексику и оказаться здесь, что-нибудь на узбекском языке скажешь? Ага. Саламу алейкум, друзья. Мы сейчас в Америку сходим. Через Мексику сходим. Шарайдов-соуи, сходим. В общем, ребят, парень совсем молодой. Я знаю, что тебе чуть-чуть больше 20 лет, и ты уже в Америке, и ты сейчас просто начнешь карьерно взлетать. Кстати, здесь на дроп-зоне можно жить и работать, и тебе здесь обеспечивают и жильем, и зарплаты какой-никакой, 400 долларов. Но, тем не менее, зато не тратьте на жилье. Здесь в Калифорнии, кстати, ближайшие города Сан-Франциско, Сакраменто. Здесь очень дорогое жилье, если вы берете в аренду. А так вам предоставляют жилье бесплатно, и можно среди ребят, которые говорят на русском языке, спокойно общаться, жить. В общем, друзья, оставайтесь с нами. Пока. Всем пока, спасибо, удачи.